Под их чутким руководством ни одна деревня. Старсты Юрьевпольского района приехали на традиционный форум сельских глав услышать от властей о законодательных новшествах и обсудить насущные проблемы русской глубинки. Многие из них давно на пенсии и, возможно, уже не такие пробивные, но точно ответственные и отзывчивые. Помогать людям, рабочим, всем сельчанам. Меня дедушка мой и то все ругает. Есть помоложе тебя, пусть бы все из-за него лез. И все обращаются ко мне, за всем идут, но я не знаю почему. Даже за таблеткой, вплоть до таблетки. Ой, Семенович, нет таблеточки? Нет. Ведение Николая Ивановича – два села. Проблем достаточно, признается сельский активист. Местная администрация помогает. Многое, конечно, приходится решать своими силами. Но когда у людей они заканчиваются, одна надежда – на старосту. Сажусь на машину, еду и выбиваю. Захожу в кабинет, говорю, давайте помогайте. Все. Что еще можно сделать с них? Хлопот полон рот, а вознаграждение мизерное. Получают старосты не больше 200 рублей. По сути, трудятся на безвозмездной основе. Единственный регион, где пытались наделить старост не только обязанностями, но и правами – Ленинградская область. Тамошний законопроект даже предполагает, что бюджет будет компенсировать расходы старост на телефонную связь, проезд, канцелярские принадлежности. Заинтересовались проектом этого закона и парламентарии Владимирской области. Конечно, наверное, Ленинградскую область и Владимирскую сопоставить сложно все-таки. Но я думаю, что зерно в этом законе есть. И нужно посмотреть, как будет работать этот закон, поизучать. И, возможно, депутаты тоже придут к такому решению, что нужно поддержать этот институт и разработать свой региональный закон. Поэтому, наверное, правильно поднимают вопрос и старосты, и главы сельских поселений, что нужно как-то узаконить вот этот институт, чтобы хотя бы какие-то средства небольшие, как, может быть, стимулирование этих людей, старост, все-таки выделялись. И лучше, если это будет из областного бюджета. Сами сельские старосты признаются, от помощи, конечно, не отказались бы. Но это не главное. Сегодня они благодарны тому, что их ценят. За активную работу, преданность делу и отзывчивость первые лица русской глубинки получили памятные подарки и грамоты от местной власти.